дорогие друзья всем здравствуйте и сегодня лайфхак по средам несмотря на то что сегодня выходит у нас четверг тем не менее это лайфхак по средам нам потребуется навесная гребенка лайфхак я покажу для машины лк 150 отборная гребенка 1 на 1 и если есть а вот такая гребенка 3 на 3 но если даже такой гребенки нет она здесь служит исключительно для вашего удобства мы просто будем делать вручную отбор 3 на 3 сегодня я вам покажу даже два лайфхака в одном и только потому что мы задержали на один день от посредом которого я уверен что ждали для рисунка который я буду показывать красивее всего будет любая объемная пряжа этот рисунок можно выполнить на любой однофонтонной машине но начнем мы как всегда с оформления низа в работе у меня 45 и для выполнения моего рисунка количество петель нечетные и кратные 3 выполняем вначале просто первый объем для набора петель рисунок я буду выполнять на плотности 9 наборный край буду выполнять на плотности 5 первый ряд не считаем мы его просто провязываем на плотности 5 после выполнения края навесим навесную гребенку боковые рычаги переведем вниз для провязывания рисунок при помощи отборные гребенки 1 на 1 выполняем отбор иглу одну через одну провязываем ряд в итоге все наши петли провязались 1 через 1 теперь отбираем иглы которые до этого не были в работе провязываем ряд снова отбираем иглы которые не были в работе провязываем ряд и опять отбираем иглы которые таким образом провязываем 6 рядов на счетчике это будет 7 рычаги поднимаем вверх устанавливаем рычаг частичного переплетения берем петли уловить все петли двигаем на себя освобождаем рабочую нить и подводим ее вниз вводим петли уловить сверху вниз между иглами и вытягиваем петлю скорее всего вы так никогда не делали поэтому придется немножечко потренироваться для чего мы это делаем для того чтобы на противоположной стороне получить изнаночную петлю потому что если мы будем работать с вами в петлю ловителем в обычном порядке мы получим по противоположной стороне лицевую петлю а так мы там получим изнаночную держите крючок немножечко под наклоном и на себя таким образом чтобы головка крючка смотрела на вас последнюю петлю при помощи декера снимаем последнюю петлю навешиваем на нее последнюю провязанную петлю и сверху снятую с декера таким образом полностью косичка получилась на противоположной стороне каретку переводим слева направо снова опускаем рычаги для провязывания рисунка вниз и провязываем еще 6 рядов с аналогичным отбором игл 1 через 1 плотность 5 и 1 петли которые у не были в работе и так 6 рядов теперь выполним подгиб начиная с самой первой петли навешиваем на соответствующие иглы петли наборного ряда вы получите роскошный пружинистый край который будет идеален для оформления жакетов кардиганов планок расположите равномерно навесную гребенку перейдем на расчетную плотность 9 не забудем отпустить рычаги для того чтобы просто взять провязываем ряд слева направо для выполнения рисунка который я для вас подготовила нам потребуется два трехугольных декера и если у вас есть это роскошно вот такая отборная гребенка 3 на 3 при помощи отборные гребенки выдвинем иглы по 3 раппорт рисунка 6 плюс 3 1 трехугольный декер снимаем петли декер 2 подводим и и прокручиваем петли возвращаем на свои места снимаем переносим возвращаем снимаем переносим возвращаем на счетчиках устанавливаем 0 это будет точкой отсчета для нашего рисунка провязываем 2 ряда берем руки один декер декер подводим под полупетли низлежащего ряда те которые не участвовали в формировании косы и навешивая их на петли косы для того чтобы было вам легче разобраться и вы не запутались при помощи отборные гребенки 3 на 3 вы можете выдвинуть иглы немного вперед берем полупетли низлежащего ряда вот так и навешиваем следующую группу 3 петель пропускаем это 3 петли косы следующие подхватываем и навешиваем на петли косы рядом с петлями косы подхватываем и навешиваем петли косы не трогаем подхватываем и навешиваем эти петли берутся очень легко посмотрите это полупетли не лежащего ряда следующую кассу про опускаем и последняя для удобства переведите иглы переднее положение и провяжите 4 лет при помощи отборные гребенки 3 на 3 выдвинем иглы в переднее положение на отобранных иглах выполним скрещивание снимаем на трехогольный декер на другой переворачиваем навешиваем на место при помощи одного декера это сделать невозможно потому что при одном прокручивание у вас получается игла вот в таком положении в таком положении их более неудобно одеть декера просто в сложнее попасть при двойном прокруте это будет слишком большой перекрут это будет не очень красиво именно поэтому удобнее всего и быстрее сделать это при помощи двух декеров этот рисунок я придумала специально для вас для того чтобы по ваши шапки ваши ракеты были еще красивее поэтому не забывайте пожалуйста поставить лайк под этим видео и написать мне что-нибудь хорошее светлое и доброе при таком скрещивание мы абсолютно не вредим иглам обратите внимание на иглы нагрузки нет настолько что я могу без выдвижения и его вперед спокойно провязать следующие два ряда я снова выполню отбор игл своей волшебной отборной гребенка которую кстати вы можете заказать в интернет-магазине швейный мир по промокоду лоррейн получить скидки на свои покупки теперь можно немножко ускорить себе задачу вы уже поняли принцип выполнения рисунка в две руки два декера и переносим право лево эту косу оставляем вообще в покое берем полупетли нижнего ряда следующего прямого участка снова подхватываем полупетли право лево и провязываем 4 вы можете чередовать количество провязанных рядов вы можете использовать двухигольный деггер вместо трехигольного вы можете использовать четырехугольный деггер после выполнения скрещивания продолжайте вязание рисунок хочу обратить ваше внимание вот на какой момент посмотрите фактически мы выполняем петлю на 9 иглах ни на одной машине невозможно взять петли 3 петли с иглы переместить их на три соседней и то же самое проделать с другой стороны а еще выполнять несколько кос подряд иглы скорее всего просто переломаются а вам не хватит растяжение полотна чтобы такое сделать взяв петли именно с игл нужно обязательно было бы использовать вспомогательные петли которые мы бы распускали но тогда а мы бы потеряли ширину при игольник ну а так как я люблю вязание на девочек плюс или на полных да то вопрос а хватит ли игольницы стоит очень часто как только мы начинаем использование вспомогательных петель мы теряем по сути расстояние для небольших размеров абсолютно никаких проблем но тогда встает другой вопрос что спущенные петли нужно чем-то заполнять а так мы получили с вами очень крутой рисунок который абсолютно никак не нужно дорабатывать впоследствии данный рисунок который кстати вот так получается на лицевой стороне можно выполнить на абсолютно любой на фондурной машине но если вы все еще не подписаны наш канал обязательно подписывайтесь потому что у нас всегда много интересного посмотрите в результате мы получаем вот такой очень рельефный рисунок рисунок в местах крупные косы дает легкий волнистый край что послужит дополнительным украшением для вашего изделия край который я оформляла с киповым переплетением с использованием изнаночной петли выполненный петлю ловителем выглядит вот так с лицевой стороны край и вот так с изнаночной стороны край действительно очень очень стабилен на изделии это выглядело бы вот так и